147 населенных пунктов и 49 участков дорог по области на данный момент остаются под угрозой подтопления. Сегодня в Акимате области под руководством главы региона Наримана Турегалиева при участии представителей ответственных ведомств обсудили меры предотвращения весеннего половодия. По последним данным КАЗ Гидромета толщина снежного покроя в среднем по области составляет 12 сантиметров. Это ниже уровня нормы. Однако велика возможность подъема воды в реках. По предварительному гидрологическому прогнозу осенняя влажность почвы в бассейнах рек региона превышает норму на 69-133%. В связи с чем весной ожидается превышение нормы воды в бассейнах рек Шингерлау, Чижа-2, Диркул, Чиган, Уленте и Шдерте. Весной объем стока реки Шингерлау оценивается в 132 миллиона кубических метров. Норма 96 миллионов. Если норма объема стока на реке Диркул составляет 61 миллион кубометров, то в этом году мы прогнозируем объем стока до 110 миллионов кубов. Этот показатель в два раза больше нормы. То есть сельские территории, расположенные в бассейнах рек, могут оказаться затопленными. По предварительным прогнозам на март, среднемесячная температура ожидается в пределах нормы. Также предварительно отметили, что в марте количество осадков может быть больше нормы. С целью безопасного отвода паводковых вод очищено 144 километра арыков и каналов, около 600 водопропускных труб, рубится лед на реках, пробурено около 4000 лунок. Работа продолжается. В настоящее время из населенных пунктов вывезено 499 тысяч кубометров снега. Подготовлены более 32 тысяч мешков с песком. В целом по области имеется более тысячи единиц техники. 88 плавсредств, 12 подвесных двигателей, 329 мотопомпы, более 4000 человек личного состава. 23 тысячи тонн энергного материала, 192 тысячи мешков, 557 тонн топлива. По данным городских и районных акиматов, в 147 населенных пунктах, подверженных паводкам, утверждено 219 пунктов временного размещения на 47 тысяч человек. 317 единиц эвакуационной техники и 168 безопасных мест для перемещения домашних животных. Самые высокие показатели по снегу в районе Байкирия, Шенгарлауском, Теректинском, Бурлинском, Каратубинском районах. В последних четырех уровень влажности снега выше нормы. Толщина промерзания почвы отмечена также в этих районах, плюс в Сырымском. Глава региона заслужил отчеты и проблемы по всем указанным районам. На реке Шенгарлау будут взрывные работы в трех местах, это в целом 210 метров. Но этого объема мало, мы просим вас поддержать нас, выделить дополнительные средства в размере 35 миллионов тенге. Вдоль этой реки у нас расположены такие села, как Аксу, Кентубек, Бактарал, Аралтал, Пугачева и Масай-Тубе. На всем этом протяжении нужны взрывные работы. В прошлом году мы запланировали ряд работы, взяли средства из республиканского бюджета. Сейчас эти работы ведутся по реке Урал и Кушумскому каналу. Вы тоже укажите места, где еще нужна очистка по реке Шенгарлау, уже с этого момента. С этого года нужно готовить документы. Что касается взрывных работ на этой реке, тоже отметьте дополнительные участки. Средства есть. Однако нельзя заниматься только рубкой льда. Продолжайте вывоз снега с населенных пунктов. Это значительно облегчит прохождение паводка. Также Акимобласти дал поручение своему заместителю Калияру Айтмухамбетову оказать помощь с техникой для уборки деревьев вдоль реки Каэнде в Шенгарлауском районе. Что касается дорог области, на них имеется 449 водопропускных труб. До 10 марта все они будут прочищены, заверили представители Казавтожол. О своей готовности к ответственному периоду доложили и руководители учреждений, подверженных подтоплению. Это кардиологический центр, туристический комплекс Евразия и другие. Работа по предупреждению паводка началась еще осенью. Сейчас уже есть результаты, но расслабляться нельзя, поскольку погода переменчива, сказал Акимобласти в завершение. В марте ожидаются осадки, поскольку вывоз снега, очистку прилегающих территорий прекращать нельзя. Все талые воды могут нанести ущерб жилым помещениям и соцобъектам. Сейчас все силы нужно бросить на эти работы. Акимам города, районов, руководителям всех управлений и организаций нужно круглосуточно быть на связи. Своевременно решать все возникающие вопросы. Еще раз проверить и очистить все трубы на аварийных и железнодорожных дорогах. Проверить готовность всей спецтехники и гидросооружений. Прошу увеличить объем межкатары. Управлению сельского хозяйства поручаю проверить пункты перевоза домашних животных и кормов для них. Осталось совсем немного времени до теплых дней, поэтому всю запланированную работу необходимо вести строго по отмеченным срокам. Все проблемные участки держать на постоянном контроле, поручил глава области. Алмагуль Джампиусова, Адельбек Исаков, Саид Самигула, Акжайк Акпарат.